Вводить какие-то совершенно новые парадигмы, новые опоры под нашу сегодняшнюю реальность. Надо, во-первых, проводить мобилизацию обязательно. Но мобилизацию нельзя проводить, нельзя молодое вино наливать в старое меха. И вино прольется, и меха порвутся. И в этой связи мы считаем, что все-таки в изборском клубе и везде, наверное, должны какие-то возить школы. Вот есть школы, скажем, такого концептуалистского, историасовского, рационально-натеррористического взгляда на историю. Ну и что, мы поймем. Пусть мне представители этой школы объяснят, почему Европа подложила сама под себя гранату и дернула за кольцо в виде Ближнего Востока. Ну пусть мне объяснят. Безумие? Значит, что европейцы и лидеры Европы это безумие? Это безумцы сумасшедшие? Нет. То есть это безумие, конечно. Но у него есть свои духовные корни, о которых мы частично здесь сказали. Пусть мне объяснят, почему раскололась Америка пополам. И в том числе и американские лидеры. Невозможно без вот этих вот духовных мировоззрений. Ну, ни одного, ни Юго-Востока Украины вы не объясните. Ни киевских проблем, ни сирийской ситуации, ничего. Сейчас вот этот вот духовный фактор выходит на первый план. Фактор борьбы дьявола с человеком. Вот этот факт. И на старых еще литографиях средневековых дьявол очень часто изображается смеющимся. Потому что ему смешны наши вот эти вот потоги с помощью каких-то законов, судов, армий, спецслужб и так далее помешать ему. Даже хвост его не шелохнется от всех этих коллективных человеческих усилий во имя каких-то там призрачных общечеловеческих ценностей. Плевать он хотел на это. Для него страшно другое. Для дьявола и его адептов. И той оборотнической церкви, которую он создал. Против православия. Я уже даже не говорю христианство. Православия. Для него страшно другое. Для него страшен верующий человек. Как фактор глобальной политики. Вот сегодня верующий человек – фактор глобальной политики. Я говорю именно один человек. Нас может быть очень много. Но верование в том и состоит, что сам человек должен индивидуально установить это отношение веры с Господом, доверие ему. И исполнение того, чего от него требует церковь Христова. В смысле исполнение заповедей и других вещей. Церковь. Для чего? Для того, чтобы душу свою не чистить, чтобы Господь туда свободно мог войти. Святые, святое в святое. Чистое в чистое. И тогда Господь будет проводником благодати своей в этот мир. Потому что сказал нам, не можете без меня творить и нищесоже. Ну вот, конечно, надо было бы там добавить благое. Но творить-то как раз на бедокурить, на куролезть – это только давай. Включаем мозги и погнали. И вот уже поврежденный потом Акадама начинает крушить экологию планеты, уничтожать дом, в котором он живет. Кстати, до начала развития, бурного развития вот этой новой мумилонской цивилизации, где-то до наука-то началась, по-моему, в Элладе, да? Ну, собственно говоря. Ну, не было. Наука, знания, наука, прогресс еще не уничтожали тот дом, в котором мы живем. На первых этапах. Все это началось вот потом уже. Особенно вот с 17-го, 18-го века. А сейчас это идет просто ужасающим темпом. Наука как искусственный институт появилась именно в 17-м веке, как плод реформации, буржуазных революций и как противовес церкви. Да, и вот завершая, я хотел бы просто сказать, что, наверное, надо менять век, потому что на старом векторе, вот этом рациональном и террористическом, мы, конечно, будем выпускать кучу книг и будем ломать голову. Ну, мы обсуждали этот вопрос еще с Царевой, так и с другими. Знаете, если мы будем же выписать величие, вездесущество и непобедимость западных элит, то мы, во-первых, будем врать против истины, а во-вторых, мы будем сами себя пугать. И мы не сделаем ни одного шага вперед. Если мы пойдем, поймем, в чем причина ярости западных элит против России. А причина это только одна, то, что здесь еще есть свет веры Христовой. Все, одна причина, больше ничего. Кстати, и тот же Збигнев Жизинский, по-моему, он сказал, он сказал, что после развала СССР у Запада один враг остался, русская православная церковь. Умно, кстати, сказал, толково, ну, проговориться, бывает. И сегодня мы уже начинаем чувствовать, даже вот в своем нынешнем, не очень пока еще церковленном, подготовленном состоянии, мы начинаем чувствовать, что и правда, больше России цепляться-то не за что. Что только новый народ церковный, он может дать те самые кадры, которые победят коррупцию, введут нормальное земство в стране, разгонят этих вот беспредельщиков. Я вот смотрю по телевизору там, смотрю, что творят. Страшные земли, все на наших глазах. Ну, я не знаю, подойти, дать вам по башне чуть-чуть тяжелее, понимаете, не по-христиански. Как Высоцкий говорил, ну, во мне не споря, не споря, не споря, не споря, понимаете. Ну, это же на наших глазах, это же наша земля. Ну, это же наши районы, наши управы, там, наши области. Ну, как они такое творят? Ну, мы-то где? Или нас нет вообще? Вот мне кажется, что вот это новое сознание ответственности, потому что перед Богом гораздо человек себя более ответственным чувствует, чем перед президентом. Потому что все равно помрет рано или поздно. Ответ задержать не перед президентом, а перед Богом. Конечно. И поэтому в России есть факторы стратегического преимущества, и они вовсе не в сфере финансов. Мы там занимаем 0,5% американцентрической системы, и слава Богу, потому что она скоро рухнет. Чем меньше у нас будет этих процентов, тем нам будет легче пережить это неизбежное состояние. И слава Богу, что мы отстали от этой ужасной цивилизации, которая производит одни подделки. Слава Богу. Значит, нам легче будет строить на пустом месте свою цивилизацию. Мне кажется, интеллектуальные силы надо направить вот в эту сторону, на изучение своих преимуществ, на изучение того, что нам мешает двигаться вперед, и на создание моделей будущего. И одновременно механизмов создания этого будущего, включая и кадры, тогда будет все нормально. Мне кажется, вот так. Спасибо вам за внимание. Дорогие друзья, о регламенте сейчас вопросы к нашим уважаемым докладчикам, потом небольшой перерыв, после перерыва выступления в премиях. У меня такой вопрос. Называть это кому? Можно, конечно, Валентину Юрьевичу, прежде всего, и господину Нотину. Вы назвали свою работу «Глобальная элита». Это не хорошее. А правильно ли название? Потому что, если бы я была с автором этой книги, то предложила бы антиэлита. Потому что вы же об антиэлите пишете, а не об элите. Потому что элита – это что-то другое. И то, что глобализация, как известно, есть вектор христианской глобализации. Он идет с первого века, с момента Рождества Христова и по сей день. И уже тут, конечно же, в рамках этого процесса настоящей христианской глобализации сформировалась настоящая элита. А вот то, что там Бильдерберг и прочие бауэры, ручильды и вот эти большие четверки, 147 и 300 и там все прочее – это представители антиэлиты. Поэтому я, прежде всего, по названию согласна с тем, что не точно названа ваша работа. Тамара Николаевна, это вопрос не к Нотину и не к Тасонову. Я думаю, что это вопрос к Владимиру Юрьевичу, поскольку он составитель. Объясните, как родилось это название? Значит, я постараюсь, так сказать, объяснить. Что такое антиэлита? Я задаю вам вопрос. Можно уйти еще? Да, вам. Я задаю вопрос вам. Что такое антиэлита с вашей точки зрения? Что мы просто, понимаете, не как дети в песочнице общались, а понимая, о чем мы разговариваем. Вот что такое антиэлита? С вашей точки зрения. Это игра волейбол. Нет, извините, это не волейбол. Я про отношения говорю, я вот там должен был сидеть в зале, задать вопросы, понимаете. Я не знаю ответ на все вопросы, поэтому я и прошел. Нет, понимаете, антиэлита и альтернативная элита – это разные термины, согласитесь. Вот у вас уже начинается расхождение здесь, о чем мы поговорим, да? Все-таки давайте так, вопрос был задан, а вы постарайтесь ответить. Я не могу ответить на вопрос, который я не могу понять, понимаете. Я бы это спрашивал, что такое антиэлита. Я бы пытался об этом спросить, чтобы понять. Уважаемые коллеги, предлагаю тогда перенести дискуссию на после перерыва, и Тамара Николаевна нам более развернуто даст объяснение, что такое антиэлита. Следующий вопрос. Ну, пожалуйста, давайте сейчас. Нет, вопрос, Александр Иванович. Александр Иванович, вы упоминали Москву в контексте того, что она разрастается и поглощает, как, ну, обращаясь к Вавилону. И сейчас мы, русские люди, по сути, живем за счет того, что бьем кровь своей земли. Это нефть. Ее выкачивание, ну, абсолютно такое хамское отношение к матери земле. Хотя у нас в народе есть понимание, что наша земля – это мать. Так вот, что нам, верующим людям, как нам оценивать ситуацию, и как правильно возвращаться к земле? Потому что сейчас возвращаться в село очень мало кто хочет. Это действительно очень тяжело. Тяжело вернуться, потому что, ну, понятно для всех, почему это тяжело. Я думаю, что промысл Божий запустил механизм русского возрождения уже. Он уже запущен. И он уже идет, кстати, все 25 лет, которые мы наблюдаем, как раз, триумф либеральной модели, которая тоже близка к своему завершению, по-моему, скоро закончится. Что касается этого вопроса, я вам скажу так. Город, кто первый создал город? Каин. Почему? Потому что получил печать в себе и проклятие Божие. Потому что Каину, Господь, сказал, что не даст земля в качестве проклятия. Ты проклят от земли. Земля не даст силу свою. Мы же питаемся силой земли, правда? И это и животные, которые едят траву полевую, и трава самополевая, которая растет благодаря земле. И вот тогда началось формирование этой городской цивилизации. Отдельный вопрос, он очень большой. Мы могли бы и собраться, и обсудить, и желать. Но я сразу к концу, к завершению. Значит, город, он удивительное создание. Здесь, как таковой, земли нет. Если вы видите парк, то я вас уверяю, что под ним еще 10 слоев асфальта. Город – это то место, куда сельские жители уходят от земли для того, чтобы раствориться в обезличенности городской. Город – это... Потому что на селе все друг друга знают. А здесь такое необязательное общение. Плюс город, конечно, это... Средоточие всякого порока, Всяких, так сказать, страстей И греха. Вот. И, наконец, город – это центр посредничества, Что очень важно. И, в общем-то, Есть определенные... В человечестве есть определенные силы, Человеческие вполне. Но служащие за голову человеческого, Которые стимулируют развитие городов. Причем я даже не побоюсь сказать, Что разрушение русской деревни, Мы потеряли с 90-го года, Около 50 тысяч. Все и деревни. Дело рукотворное. И никто мне никогда не скажет, Что это естественный процесс. Все эти охранники, Миллионами стекающиеся в большие города, Бросающие свои семьи на местах, Деревушки, из которых К чьему-то щучьему повелению Вдруг исчезает фельдшер, Честковый, Лавка, Школа, Дорога. И она признается неперспективной. Так что давайте думать, Как говорится, Казьма Крусков призывал, Зреть в корень. В корень. Что касается последнего вопроса, Ну, я вам скажу так. Мы пробовали в переправе Стимулировать, так сказать, Выход из городов. Потому что сегодня Человек в городе, Раньше он стремился к городу Как к источнику культуры. Сегодня город это культура греха. Раз, как таковой настоящей культуры мало. Посмотрите театральные, так сказать, Сегодняшние постановки, Начиная с Райкина и кончая в 70 лет. Вот. То есть культуру еще поискать надо в городе, Настоящую культуру, да? А что касается телевизора, Там интернет, коммуникации, Все это можно на селе очень легко организовать. Правда? И школу можно организовать, и так далее. Но зато на селе вы получите воздух, пищу, И чистую жизнь, И безопасность, И независимость, И свободу, И неподконтрольность вот этим вот Манипулятором цифровым. А в городе вы этого никогда не получите. Вы никогда не получите большой семьи. Не даст вам город сделать большую семью, Просто не по карману. Не по карману. И страшно. Я сам удивляюсь. Сейчас у меня дочка, Не выпускает, Восьмилетнего внука, Во двор погулять. А мы бегали, С ключ на шее, И пошел. На Кутузском проспект, На Динах катались, Воровали этот самый, Корбит, Из-под моста, Получали соленые дроби, В одном месте. Все было. И ничего, выросли. А что творится в школах? Я вот наблюдаю, Как учит моего внука. Да их надо, Я не знаю, Что делать. Американские какие-то системы, Треугольники какие-то рисуют. Что это треугольник, Это какой-то квадрат. Где мы находимся? На каком белом свете? Всех поганой метлой гнать, Восстановить советскую школу, Убрать оттуда идеолог. Нас учили и выучили, Слава Богу. Дети не знают про духу, Потому что с утра до ночи Сидят за этими уроками. Значит, да, Предположим, компакт. Вот, Павел Анатольевича есть, Там и ЖС. Теоретически, да. Построили дома, Выехали, Образовались в общину, Сделали школу, Сделали детсад. Начинаем что-то там выращивать, Начинаем жить, Как нормальные люди. Не получается. Почему? Теплый сортир. Даже и сортир-то можно сделать. Сейчас уже без труда. Но вот что-то держит, Понимаете? Вот что-то держит. Он уже все, Он уже в клеточке сидит, Понимаете? Человечек. Все, закрылся, засовывает В своем одиночестве. Включает там ток-шоу. И все. Вот это страшная сила, Страшная зараза. Как ее преодолеть? Не знаю. Я просто знаю, Что пока не преодолеем, Не бывать надо. Русскими и на русской земле. Я хотел маленькое дополнение. Просто довольно часто В последнее время В дискуссиях вспоминают Каинистскую цивилизацию, Авиевую цивилизацию. Вот сегодня Появилась книжка моя, Она окончилась, Но ее опять подвезли. Называется Метафизика и история. Первая глава этой книжки Так и называется. Значит, Мировая история, Как существование, Борьба Каинистской и Авиевой цивилизации. Там достаточно подробно Описано По Ветхому Завету, Как была устроена, Сознана Вот эта самая Городская цивилизация. Это действительно Вот важнейшая Грань Каинистской цивилизации. Без этого Сложно понять Действительно, Где мы сегодня оказались. У меня вопрос К Александру Ивановичу. Вот я хотел задать вам Вопрос, Как представитель Изборского клуба. Вот недавно Я пролистывал Журнал Изборского клуба. И там Прямо на первой странице Был изображен Облик святого Православного. Рядом с этим святым Пятиконечная Коммунистическая звезда И серп и молот. Это Символы коммунизма. Вопрос у меня В следующем. Все-таки Не является ли Изборский клуб Такой Некой Имитацией глобальной, Которая Вот впаривается Я извиняюсь Нам Для отвода Внимания И вы Кстати между прочим В своей речи Тоже сказали Изборский клуб В котором присутствуют Философско-атеистические Элементы С религиозными Оттенками Я записал Так вот у меня Вопрос Значит Конкретный К вам Все-таки Как вы думаете Изборский клуб Что это такое Можно ли Смешать Ложку сахара И ложку соли И все это съесть Не забивая Особенности Метафизического Или Библейско-мировоззрительного Сознания Его отличие От Рационально-материалистического Состоит Можно проиллюстрировать Простым примером Вот если Ложку дерьма Извините Ради Бога Изображение Все взрослые люди Детей Бросить в ведро Меда Бочку То с химической Точки зрения Это мед А с религиозной Точки зрения Делим В этом смысле Нельзя эти Эти вещи смешивать Да В изборском клубе Это смешивается К сожалению Я не выпускаю журнал Я знаю Тех Кто его выпускает Я знаю Что там соседствует Определенное настроение Прекрасное Белое Белое Значит Религиозное И одновременно Такое Магическое Теистическое Сознание Язычество Где-то рядом Все время Бродит Это такая Очень сложная Штука Она отражает Определенный Этап Развития Самого нашего Патриотического Движения Если хотите Где Очень много Всякого Намешано Но вот Такое Но вот Такой Определенной Чистоты Нет Потому что Господь Говорит Аз есен Путь И истина И жизнь А что Такое Истина А истина Это не то Что у меня В мозгах Возникает По поводу Какого-то События Или явления Или процесса Этой жизни Но А что у меня Может там Возникнуть Истина Это то Что есть Тогда надо Определиться А где Это то Что есть Где Это истина Где Истинный Бог Где Истинная Религия Где То От чего Потом Можно Отталкиваться Как от Некой Высоты Понимаете Не воображая Самого себя Тем и Другим И третьим И вот Это Сейчас Важнейший Вопрос Я считаю Современной Жизнью Сейчас Он Обнажается Он Как бы Выходит Из-под Этого Бесконечного Коловращения Всевозможных Идей Программ Платформ Лозунгов Возгласов Чего В том числе Изборского Клуба Потому что Вот Например Мы начинаем Зачем-то Рисовать Там Икону Сталина Зачем Церковь Делает Это Нет Есть церковь На это Пусть она Сама Решает Этот вопрос Но это Тем не менее Происходит Или Мы начинаем Значит Вот Провозглашается Лозунг Строительство Царства Божьего На земле В стенах Изборского клуба Я поднимаю руку Как прилежный Так сказать Участник Говорит Это невозможно Как невозможно Потому что Господь сказал Что это невозможно Невозможно И мы видим Кстати Что это действительно Невозможно Скажите где Нет Вы знаете Мы перейдем В шестой технологический Руклад говорит Глазит И там Мы Там Скажите Вот Там Я говорю Так кто Перейдет Эти шурожечки Перейдут Их Куда мы Денем Вот Если Можно было С ними Как-то Там Их Оставить Там А самим Туда Тогда еще Ладно Но они Все это И делают Только Станет Бедных Больше А богатых Меньше Но богатые Станут Сверхбогатыми А бедные Просто Все Поним Христианство Объясняет Чтобы что-то изменилось Должен измениться Человек Очень простая истина Господь говорит Правда Измениться человек Должен А не измениться Там Уклад Или измениться Программа Или измениться Закон Или измениться Какая-нибудь глобальная Расстановка сил Это все Вторично И вот сейчас Мы к этой истине Подходим Поэтому Завершая ответ На вопрос Я скажу так Что Да Сборский клуб Отражает Определенный Этап Этап Очень смутный Очень Идейно Противоречивый Внутренний Еще переходный Если хотите В развитие Нашего державного Патриотического Движения Внутри этого Движения Идет поляризация Вот Поляризация Идет Вычленяются силы Которые я старался И здесь тоже описать Которые я называю Народ Божий Закварского Русского Будущего Те движущие силы Которые построят Новую И наверное Последнюю Русскую цивилизацию И она же Достоит до конца Времен Потому что Господь Сказал Сози жду церковь Пою И врата Ада Не одолей ее Эта церковь Собирается в России Она окружена Как телом Государством Российским И содержится в нем И соответственно И она И государство Достоит до конца Времен Россия Достоит до конца Времен Но для того Переплетемся Уже понятно Что не переплетемся Значит нам надо Выходить на свой Магистральный путь Создавать свою Внутреннюю Вот эту силу Духовно-светскую силу Об которую Разобьются любые Сатаны Нигилистические Вот эти проявления Которые нарастают На запад Вот наш путь Давайте его и будем Формулировать И его и будем Выражать И тогда Да Изборский клуб Свою задачу Предположим Выболняет Появится другое Какое-то Сообщество Которое будет И может Рев Я не знаю Но Господь Явно уже Что-то такое Предусмотрел На этом У меня вопрос Очень короткий В связи с Собьем Вопрос Сразу говорите Попрос Сомин Сломин у нас В аудитории Семья Семья Владимировна Вот Сомин Семья И представляет Вроде книгу Потому что Двусли этих разговоров Конечно Хотелось бы услышать И в автор Желательно Чтобы он там был Ну же это прошедший Чтобы он хоть Пренер Пренер Теперь все Пренер Вы можете По горизонтали Между собой Начинать Раз уже Мы начали Уточнять Дефиниции Я внесу Свою лепту Александр Иванович Вам Просто согласно Библейской Герминевтики Насколько я помню Сейчас вопрос Вопросы Сейчас будет вопрос Да Просто говорю Согласно Библейской Герминевтики У нас Каиниты В чистом виде Были уничтожены Всемирным потопом Поэтому как Вы считаете То есть Я так считаю Что это достаточно Такое Условное определение Может его стоит Как-то уточнить Я рекомендую Вам посмотреть Мою книгу Метафизика О истории Там достаточно Подробно Этот вопрос Рассмотрен Вот прямо Поехали Я отвечу Дух Авиаля Воплотился В Сифе И по молитвам Евы По просьбе Евы Дух Каина Воплотился тоже В его Детях Потом Пережили потоп И уже В линии Хама Воплотился Дух Каина Это тоже Довольно Известно Это церковные Богословские школы Освоен этот вопрос И Вавилон Ламех Ламех еще Довопотопный Да Ламех Довопотопный Довопотопный Но Вот Линия Скажем Первых царей Немрода И так далее И линия Скажем Вавилонян Это все Уже Каинизм Каинизм Чисто Собственно Окончательное Размежевание Произошло В период Строительства Вавилонской Башни Когда Тот же Самый Еве Пошел В другую Сторону Да Пожалуйста Я Александр Иванович Валентин Юрьевич Я правильно понимаю Что Вы Отвергаете Тот Подход Который Был Популярен В 19 Веке Даже Сергей Михайлович Соловьев В своих Работах Поминает Именно То Что Сим Хам Яфет Это Прародители Человеческих Рас Сим Хам Яфет Родители Человеческих Рас А почему Мы Отвергаем На самом деле Собственно Говоря Разделение Народов На языке Произошло Распада Развала Барилонской Башни И Собственно Концепция Вот этих Самых Рас Она Вписывается В этот Сюжет Так что Нет Ни в коем Случае Мне вопрос Катер Вы кто ответил Вот Говорили о том Что же Может Человек Делать Вот Обычный Человек Как Противостоять И как Бороться Злу То есть По Вашему Счету Только Распространение Информации Мы можем Как-то Противодействовать Потому что Валентин Юрьевич Сказал Что В университетах Готовятся Такие студенты Которые Не понимают Адекватности И Парень про Экономического Сектора Во-первых Сказать Почему Важна Нравственность Высокая Нравственность Людям И Объяснить Как Она Влияет Вообще На Жизнь И В чем Там Зло Расставщичество И чем Больше Людей Получается Поймут Это Тем Больше Вклад Мы Внесем Воспространение Страны Как считаете Вы знаете Да Распространение Информации Это важно Но вопрос Какой информации Сегодня Люди К сожалению Потеряли Способность Развлечать Где Информация Где Дезинформация Где Грубо говоря От Бога А где От Дьявола Недаром Святые Отцы Говорили Самое Главное Способность Человека Это Не Чудотворить Там Что-то Развлечать Духов Да Способность Развлечения Духов Да Современный Человек К сожалению Часто Этого Не Умеет Делать Я Себя Не И И И Поэтому Мы Иногда Принимаем Такие Ведра Цианистого Калия И Конечно Ну Как-то В общем Это Один Момент Другой Момент Заключается В том Что Информация Она Необходимая Но Недостаточные Условия Формирования Человек Потому Что Недаром Говорят Забитого Двух Неибитых Даем Да Вот Он Все Там Свои Прожекты Мне Рассказывал Я говорю Слушай А у тебя Есть Хоть Минимальный Практический Опыт Сколько У тебя Шишек Он Говорит Не Одно Я Говорю Ну Тогда Это Все Бла 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 Вот Когда Придешь С шишками Тогда Я С тобой Буду Потому Потому Что Господь Сам Умирает Через Кого Ему Творить Свою Волю В этом мире И Человек Приходит К вере Не только И даже Не столько Через Какие-то Просветительские Сообщества А через Скорбе Встану Другое Дело Что всем Нам полезно Знать Вот Например Если бы Знал Коррупционер Что Во-первых Что он Обязательно Умрет И даже Не знает Когда Во-вторых Что ему Еще Стоять Вот С теми Своими Внутренними Внутренними Повреждениями Которые Приносят Присвоение Денег Вдовы Студента Пенсионера Он Как будто Монету Раскаленную Глотает Вот Если бы Этот Чиновник Там Или Предприниматель Знал Это Знал Что Только Потом Горьким Покаянием Он Может Более Менее Смыть Это С себе Тогда Наверное Все было Меньше Но Людей Которые Приобщены К этому Знанию Очень Мало А Расширение Этого Знания Господь Говорит Алгоритм Закваска Закваска И потом Расширение Его Законами Его Путями Наш 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 Поэтому Здесь Очень Важно Что Мы Об Этого Говорим Может Быть Уже Кто Из Нас Это Переживает И Наверное Идет Вот Эта Закваска То есть Передача Она Идет Во все Стороны Но Мы Этого Механизма Не можем Постичь Это Выше Нашего Разумения Но Это Очень Важный Момент Потому Что Иначе Коррупцию Не Остановить Никакими Увлечеваниями По поводу Нравственности Морали Традиции И так Далее Вы Этого Не Победите Пока Человек По Настоящему Перед Ним Не Откроется Бездна Небытия Как Говорил Игнатий Причин Вот Когда Бездна Откроется Когда Он Поймет Вот Это Все Любые Деньги Доверяйся Любой Участок Работы Ну Профессиональный Немножко Подготовить Он Подучится Но Он Уже Не Возьмет Чужого Зачем Господь Говорит Отсеки Себе Руку Вырви Глаз И Тогда Войди Достойно В тот Мир Который Тебя Все Не Виноват Никаким Образом Человек Так И Сдел Всем Добрый вечер У меня Вопрос В принципе Ко всем Авторам Книги Но Я так понимаю Что Сегодня Валентин Юрьевич Автор Книги К сожалению Нет У нас Владимир Владимир Юрьевич Тоже Автор Простите Вы Как Составитель Тоже Да Да И Составитель Непосредственно К вам Тоже Вопрос Вот Как раз Женщина Спрашивала По поводу Того Кто Есть Анти Элита На самом деле У меня Вопрос Именно По заголовку Глобальный Элитер Схватки С Россией Я внимательно Прочитал Книгу Еще Приобрел Где-то Примерно Месяц Назад Я Досконально Прочитал Всех Авторов И Момент Единственный Который У меня Возник В плане Вопрос Это Собственно Говоря Что В данном Случай Есть Россия И Где Эти Люди С которыми Идет Схватка То Я Думаю Что Все Патриоты Которые Хотят Схватиться С Элитами Они хотели Понять С кем идет Схватка И к ним Присоединиться Собственно Говоря С кем идет Противостояние Спасибо большое Тем более Что вы мне Дали возможность Еще немножко Тамара Николаевна Извиниться Для понимания Тамара Николаевна Тамара Николаевна Просто Когда я Задал Свой ответный Вопрос Я Только сейчас Понял Может быть Сам О чем Я спросил Тоже Понимаете Есть такой Герман Антисемитизм Все его Слышали Все его Знают Антисемитизм Есть А если Термит Семитизм Вы с ним Сталкивались Семитизм Не сталкивались Ни разу Так какой Антисемитизм Может быть Понимаете О чем Нет Ну ладно Нет Я еще понимаю Антисемитизм Семитизм Есть Похоже Ладно Теперь К вам На ваш Вопрос Постараюсь Опять Еще раз Повторяю Что это Не Как бы Не по Молитвам Нашим Книжка Вышла Она вышла В рамках Желенного Процесса Которая идет Которая Движется В том числе Не благодаря Молитвам Но не только Благодаря Им Вот Потому что Богу-богу Кесарево С этим Ничего не поделаешь К сожалению А может быть Счастье Вот Поэтому Здесь Как бы Идея Была Именно Этой книги Такова Чтобы Дать Своего рода Такую Как бы Энциклопедию Небольшую Тех Управляющих Вот Систем Которые Существуют В современном Миле Вокруг России И частично За захлотом России Насколько Эта Путка Удалась Понимаете Вопрос Спорный Вопрос Дискуссионный И Не ошибается Кто-то Ничего Не делает Но По крайней мере Вот эту работу Нам удалось Провести Удалось Значит Снежку выпустить Сейчас она Многих Здесь на руках И вот Вы знаете Я вот Лично 20 лет Уже работаю Воззятизавтра Незаметно Вот И все время Как-то Капали 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 Может не туда Может мимо Может Не тем составом Вот На Ту ситуацию Которая была У нас В стране И в 90-е годы Да Работа Да Зелушистого А вообще Просто раньше Еще Да И все-таки Докапались Понимаете Хоть-то Какие-то Пример Докапались С С Божьей Помощью С ситуацией Которая У нас Вокруг Нашей страны Но Тем не менее Что-то Происходит И вот Так Царство Божие Немножко Мудится Не на земле А на небе Нашем Мудится Вот Поэтому В этой книжке Описано Что сейчас Существует Как бы Вокруг Нас В меру Понимания Авторов В меру Понимания Так сказать Тех Людей Которые Приняли Участие В этой работе Им За это Огромную Благодарность Кстати Вещь совершенно Безгонорарная Хорошо Стопнишку Издали Вот Весь доход Пошел Нашим Сдателям В основном И что Легко Говорит Философом Выучим Наизусть Три слова Бог так Сотворил И сия Даяль В ответ Вместо Сех Причин И вот Я говорю Я не вручаю За точность И так Это не за автор Но У меня в голове Отложился Вот То есть Понимаете Помимо Этого Нам приходится Даться Сключительные Средства Вот И Если бы Я думаю Сборили помощь Атеисты Коммунисты Не создали Танк Атель-4 Атомный Бомб Систему Образования Мы бы Здесь Не сидим Я ответил На этот вопрос Понимаете Если Если для вас Это не ответ Я конечно Могу сказать Что Есть Такой Субъект Да Возвращая Которому Странным Образом Странным Образом Советский Союз Тогда Советский Союз Восстановился После Великой Отечественной Рейны Есть Такой Субъект Для Которому Сердюков Анатолий Министр Обороны Который Разогнал Все На свете И вдруг У нас были Какие-то Калибры Понимаете Какие-то Арматы Ну все Борь и Борь Так что Ищите И облегчите Вот Вот Сейчас Подождите Просто В тему Нет Нет Нельзя Только После Время Вот Сейчас Вопрос Мне кажется Один вопрос Остался Не помясненным Для аудитории Я хочу К нему Вернуться То есть Дух Кайна И Дух Абеля Правильно На ваш Взгляд Особенно Дух Кайна Только лишь С потомками Хама Потому что На мой взгляд Этот Дух Как веление Жил Жив и будет жить До конца времен И Дух Кайна Возрождается В каждом человеке По Двум его способностям Способности Восприятия Или не восприятия Благодати И по способности Последнего выбора Верхного Последнего выбора Способность Человека Вот Уважаемый Небесный Абдеенко Евгений Андреевич Писал Так вот Потомки Сифа Потомки Сифа Способны Воспринимать Вопрос А потомки Сифа Способны Воспринимать Благодать А потомки Кайна Не способны В принципе Или те Этот выбор Вот Можно ли Пояснить вопрос Является Возрождение В человечестве Духа Кайниства Способностью Воспринимать И не воспринимать Благодать И Делать Последний выбор Не знаю Это аудитория Похож Преподобный Серафим Соробский Сказал Что Единственная Конечная Цель Человека На земле Стижание Благодати Духа Способности Для меня Я как-то Старался Стараюсь Убирать Ключевые слова Которые Надо Сереби Держать В голове Чтобы Вообще Немножко Двигаться Вперед Вот и Все Когда Мы вводим Такие вещи Как Распространение Духа Кайны Или Духа Мы начинаем путаться Потому что Духа Мы как раз И не видим Никакого Мы Человек От другого Человека Отгорожен Плотик И Чужая Душа В потемке Ну и Наконец Третья Кнопка Это страх Фобия Фобия Они вообще Проализуют Какой-либо Мыслительный Процесс Страх Он Безусловно Окончательно Вообще Человека Проализует В плане Каком-то Созидательном Креативном И В общем-то Говоря Это действительно Идеальный Ресурс Для Рыночной Экономики Человек Я шучу Я как проводил С вами С студентами Такой опрос Я спрашивал Какой ресурс Рыночной Экономики Влезет Самый Ценный Ну в результате Значит никто Не обердал Я сказал Самый Ценный Ресурс Это Дурак Но поскольку Дураков В природе Рождается Там Доля Процента Сейчас поставлена На поточное Производство Вот Этого Самого Продукта Вообще Я наверное Сейчас Воспользуюсь Возможностью Еще Сказать Некоторые Свои Наблюдения Ну вот Сегодня Совершенно Правильно Александр Иванович Сказал Про изобретательство Знаете Я как-то Еще Студенческих Лет Увлекался Темой Под названием Научно-технический Прогресс Ну Где-то По молодости Я так Сейфорией Воспринимал Очень технический Прогресс Ну и поскольку Он был материалистом Комсомольцем И так далее То считал Что вот Это та самая Дорожка Которая нас Приведет В это светлое Будущее Вот Царство Божие На земле Вот Через некоторое Время я стал Понимать Что эта дорожка Скользкая И уже Где-то После педнической Я уже понял Что она не просто Скользкая Она ведет К обрыву Она ведет К обрыву Вот У меня даже статья Вышла не так давно Где-то неделю назад Называется Тайна Закона Ножниц Действительно Я как-то Не мог понять Простую Вещь Вот Знаете Вроде бы Как мы Там И В монастыре Там Проводили Всякие Духовные Беседы Но вот Иногда Забываешь Об этом Значит Я рисую Две кривые Одна кривая Одна кривая Это Духовно Интеллектуальный Нравственный уровень Современного Молодого Человека Ларший человек Ну поскольку Я в высшей школе Уже 45 лет В качестве Преподавателя Я эту кривую Очень хорошо Чувствую Она вот Идет Вот так Вот Понимаете И все более Круто И более круто А с другой стороны Это значит Совершенно Правильно Сказал О том Что значит Сегодня Всех Объяло Жажда Изобретательства И мы Действительно Глянем Какие-то Новые Программы Какое-то Оптоволокно Какие-то Значит Гаджеты Какие-то Роботы Какой-то Искусственный Интеллект Причем Знаете Сразу возникает Вопрос Но ведь Научно-технический Прогресс Он развивался Скажем В Советском Союзе По широкому фронту Там были Биотехнологии Был космос Там Была Лазерная техника Сегодня Вот Каким-то Узким клином Все идет Понимаете Уже Космос На самом деле На 10 месте Биотехнологии Нанотехнологии Тоже как-то Вот как-то Интересный Такой набор Детельменский Да Вот Ну и Начинаешь Понимать Что Ну С другой стороны А кто же двигается Эти технологии Я даже Вот в Америке Извините Ну я конечно Не инженер Но С гуманитариями Это я С профессорой Общался И лекции читал В американских Университетах Ну в общем-то Где-то уже На уровне Плинтуса Все Понимаете Не надо думать Что в Америке Там Какие-то Супер Человеки Вот Думаю А кто же двигает Эту самую технику Вдруг Мне как-то Вот Знаете Пришла Простая мысль Что двигает Ее тот самый Который С рогами И копытами Просто-напросто Он выбирает В качестве Своих Агентов Влияния Или проводников Тех Кто более склонен К честолюбию Склонен Вот к этому Материализму К алчности К славе И так далее И так далее И просто-напросто Они становятся Некими агентами Через которых Лукавые И видимо подбрасывают Нам все эти штучки А мы их Собственно Эти штучки Подбираем И радостно Так говорим Вот Движемся Куда-то Вперед К светлому водщину Вот один Конкретный пример Бытовой пример Честно говоря Вот мы Иногда пользуемся Этими достижениями Но Не задумываемся Что это Дорога Никуда А петельчика Ведь на сегодняшний день На самом деле Уже идет соревнование Кто быстрее Человек Или вот эти все Вирусы И микробы Ну Уже я должен сказать Что микробы Скоро будут давать реванш Так это что Это прямо Какая-то антиутопия Когда человек Что вдруг Там в течение Несколько лет Вымирает А почему бы нет Вообще Я вам должен сказать Что я с детства Очень осторожно Относился К научной фантастике Я вообще Такой был Приземленный Молодой человек Юноша Я там любил физикой Заниматься астрономией А вся эта фантастика Это считал Это все Потерянное время Ну вот Последнее время Значит Читаю там Бренды Значит 451 градус По Паренгейту Читаю Урок Читаю Хаксли У меня волосы Дымом встают Мама роза Так ведь все же знали Ведь все предвидели Это же какая же Прозорливость Разрабатывают Да Так на самом-то деле Эти ребята Все в разработке Когда начинаешь Читать биографию Хаксли Ну Это же Целая Поэма Да Кто такой Хаксли А кто такой Орвел Это же Это же агентура В частном виде Причем Информированная агентура И не просто Информированная агентура Ведь она Подбрасывает Дохлую кошку Которую потом Яйцеголовые подхватывают И начинают гонять И потом Радостно говорят Ой А мы тут еще Очередного киборга Изобрели Прямо Как это самое По Брэдбери Донецкий аэропорт Да Да Вот так что Извините Это большая Наболевшая тема К вопросу О научно-техническом Поверься Вы просто зацепили У меня это больной вопрос Дорогие друзья Вопросы завершены Сейчас перед перерывом Небольшим Валентин Юрьевич Еще представит Вложение Своей новой книги Да Собственно говоря Тут у нас Небольшой такой Прорыв Не знаю куда Значит Наконец Появился Новый продукт У нас выходили Книги Вот значит Только что Мне принесли Компакт-диск Называется Глядя денег Так что Те люди Которые Не очень любят Тратить свое зрение На чтение Или у кого Слабое зрение Вот значит Вся книжка Уложилась Вот в такой Компакт-диск Под названием Религия денег Говорят что 16 часов И вся книжка Рукописное здание Это я просто так Так что Ну это первое Ласточка Я думаю Что в ближайшее время Появятся другие Компакт-диски Насколько мне говорили Там Прорабатывается сейчас Компакт-диск По теме Иерусалимский храм Как финансовый центр Есть такая у меня книжка По-моему Экономика Сталина Тоже В работе Так что Для тех людей Кто хочет Беречь свое зрение Вот Такой Сродук Спасибо